Всем большой привет! На столе лежит у меня монитор Asus в разобранном виде И с этим монитором, как всегда, что-то не так, потому что если бы он работал, он бы сюда не попал Монитор гаснет буквально через 5-10 минут работы И я думаю, что это проблема с лампами у него Почему? Потому что на инверторе и на контроллере монитора все конденсаторы целые Я даже проверять их не стал, потому что такие конденсаторы обычно, если какие-то проблемы То сразу это видно Значит, проблема в лампах Матрицу разбирать я не буду, для того, чтобы понять, какая лампа Я буду просто пользоваться одним лайфхаком, о котором я прочитал в интернете И посмотрим, работает ли он действительно и насколько это вообще эффективно Для того, чтобы действительно убедиться, что монитор не работает, я его сейчас подключу Мы его несколько минут погоняем, как это говорится, и посмотрим, есть ли действительно дефект Для того, чтобы монитор работал, нужно подключить видеокабель Другого конца я вставляю в источник Так, надо теперь повернуть монитор Ну, пусть он лежит так, потому что я думаю, что не важно, что он показывает, главное будет видно, что он отключается И вставляю шнур питания Включаю монитор, загорается синий индикатор И у нас появляется изображение Кстати, оно достаточно красноватое Это говорит о том, что все-таки это лампа А не проблемы с инвертором или что-то другое Так, если сверху смотреть, то часть где-то, по-моему, сверху монитора Она таким красноватым светом светится Как видно, монитор отключился Индикация того, что он работает, горит Но самого изображения нету На самом деле оно есть, просто не работает подсветка Даже, я думаю, видно, как мерцает подсветка И сразу же монитор гаснет Что ж, для того, чтобы попытаться обойти эту проблему Не отремонтировать монитор, а конкретно обойти Потому что ремонт монитора будет заключаться в том, чтобы поменять лампу Но есть дешевый, так сказать, вариант Когда не хочется этого делать Либо нет возможности Но монитор, тем не менее, можно запустить Это вот такой маленький конденсатор Это у нас 68 пФ на 2 кВ Я думаю, хватит Потому что вообще-то рекомендуется 3 кВ Но у меня другого не было Что нужно делать? Нужно сначала найти лампу, которая будет отключена от инвертора И подключить к нему этот конденсатор Для того, чтобы инвертор понимал, что лампа как бы есть И типа она работает Но на самом деле вместо лампы будет конденсатор А если просто отключить одну из ламп Инвертор работать не будет Такая вот схема защиты инвертора от загорания или перегрузки На всякий случай стоит проверить конденсатор перед запайкой Давайте это сделаем Конденсатор сейчас в транзистор-тестере И он показывает 65 пФ Значит, все в порядке Что ж, наша обманка готова Она выглядит так И сейчас простым методом перебора Будем каждую лампу заменять на этот конденсатор И смотреть, какая из них будет нерабочая Ну что ж, мне удалось буквально с первого раза угадать Какая лампа была неисправна Я это увидел, когда я первый раз включал монитор Что у нее здесь сверху идет такой лиловый фон Это значит, что верхняя одна из ламп Была уже выведена из строя Сейчас у нас монитор работает на трех лампах Сейчас я вам покажу это Видна наша обманка Вот она тут вставлена в один из коннекторов И лампа одна из них отключена Пока что все работает хорошо Сейчас я могу выключить монитор Могу его включить Никакого лилового или красного фона нет Монитор работает Сейчас на часах 12.43 Но пускай он где-то часочек поработает Я думаю И если будет все в порядке Значит, эксперимент удался И переделка работает Время уже 13.53 То есть, больше часа работает монитор Не нагрелся вообще никак И, соответственно, продолжает работать Значит, можно собирать его в корпус Собрал монитор в корпус Все отлично работает Ничего не отключается, не гаснет Подсветка равномерная И, конечно, она немножко темнее, чем с четырьмя лампами Но и на трех лампах монитор работает тоже вполне себе неплохо И никаких звуков не выдает Говорящих о том, что что-то неисправно Что хочется сказать по поводу этой переделки Конечно, это не панацея От испорченных ламп подсветки Лампы надо менять в этом мониторе Менять лучше все Потому что, если подошла одна лампочка Значит, скоро подойдут все и остальные Но этот вариант, мне кажется, будет полезен, например, тогда Когда сейчас все сидят на самоизоляции Всем нужно работать Работать удаленно Покупать монитор не представляется возможным Новый, потому что деньги надо беречь И вот такой вариант с жучком на одну лампу Мне кажется, вполне себе оправдан Конечно, с оговоркой на то, что Либо скоро потребуется менять лампы полностью Либо покупать новый монитор Это уже кому как Но, тем не менее, сейчас можно сдать монитор такой человеку И он будет работать И стоит эта переделка очень дешево Всем спасибо, что посмотрели это видео Не болейте Самоизолируйтесь по возможности И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok